Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Давайте почитаем Придите ко мне Все труждающиеся Примененные И я успокою вас Возьмите иго моё на себя И научитесь от меня И вы окроток и смирён сердцем И найдёте покой Душам вашим Ибо иго моё благо И бремя моё Легко Иисус как бы отправляет Пригласительную Всем труждающимся И обременённым И знаете, если Иисус Приглашает нас куда-то То я думаю Он хочет что-то Хорошего для нас Вот знаете Иисус Наверное поэтому Родился В еврейском народе Потому что Когда еврею Что-нибудь говоришь Давай то и то Сделаем Он всегда говорит А что я буду иметь С этого Они всегда хотят Что-то с этого иметь И вы знаете Иисус И вообще Слово Божие Бог Он тоже всё время Что-то даёт Хорошее Когда он говорит Или предлагает Нам что-то делать Когда Бог Предлагал Иисполнить закон Во времена закона Он говорил Дабы тебе было хорошо Вы понимаете Вот Богу От исполнения Нашего закона Абсолютно Вот нуль Он ничего С этого не имеет То время Когда Бог Дал был закон Через Моисея И требовал Его исполнения Вот если кто-то Исполнял Весь закон В божественной Кассе Не добавлялось Ни одного Пфеника Бог С этого Ничего не имеет Мы Имеем С этого И люди Имеют С этого И Бог Заботился Опять же О нас О людях И предвидев Всё это Он говорил Вот если Этот закон Будете выполнять Вам будет Хорошо Вот и всего лишь В Иов По моему 33 главе Иов Пишет Там написано Если ты грешишь Что делаешь Ты ему Ты можешь Загрешиться В доску Свою всю жизнь Искалечишь Куча проблем Наживешь Потому что Грех Разрушает жизнь Но Богу От этого Ничего не изменится Конечно же Сердце Божье Болит Искорбит Когда Человек Грешит Но почему Потому что Он видит На много Шагов Вперед И знает Чем это Кончится В нашей Жизни Вот и всего лишь Иов Грех А если Ты делаешь Добро Если ты Все Исполняешь Как говорит Бог То приобретает Он От руки Так же Ничего Мы Богу Ничего Дать Не можем И несмотря На все Он Радуется Когда Люди Перестают Грешить Когда Люди Начинают Ненавидеть Грех И двигаться К праведности К святности К добру Потому что Он знает Что тот Человек Который Стал На этот Путь Его Жизнь Будет Меняться К добру Его Окружение Будет Меняться К добру Если Папа Пьянется Разве Может Будь Счастливые Дети Конечно Нет Но если Папа Оставляет Этот Грех И двигается К праведности Значит На пути Этой Семьи Есть Надежда На Свобождение На Спасение На Счастливую Жизнь Дети Могут Рассчитывать На Счастливое Детство Ха-ле-лю-я Вот Почему Бог Говорит Своем Слове Определенные Вещи И Предлагает Нам Жить По Этим Правилам Чтобы Тебе И Мне Было Ха-ра-що Ему мы Ничего Этим Не Делаем Ему Мы Ничего Этим Опять Говорит Придите Ко Мне И В конце Он Говорит Что Вы Найдете Покой Вашим Душам Опять же Для Нас Плюс Не Для Него Поверьте У Бога Полное Спокойствие На Небесах У Него Все Под Контролем Работаешь Ты Или Не Работаешь Безработный В Нищете Или В Богатстве Трясет Землю Или Не Трясет Виршавск Криза Или Финансовая Есть Или Нет Вот Бога Это Совсем Не Касается У Него Полный Покой На Небесах И Он Предлагает И Зовет Людей И Иисус Говорит Вы Труждающие Се Обременен Иисус И Мюх Се Обременен Иисус Ком Сумир Ком Сумир Придите Ком Небес Потому что Вам Плохо Без Меня Вы В Суете И Заботе Живете Вы Устали И Когда Иисус Говорит О Труждающих Се Обременен Он Не Иисус В Иисус Тех Которые Переработались Потому что По 2-3 Смены Работают Все Денег Мало Сперва Кредитов Кучу Наберут А потом Пашут День и Ночь И все Время Нет Время Прийти В Церковь А вы думаете Это что-то Новое Дьявол Всегда Так Работал Почитайте Еще Когда Народ Божий Был В Египте Что Делал Фараон И Египтяне Насу Против Народу Божьему Они Говорят Так Работу Добавим Чуть И Чем Больше Они Работали Когда У них Время Было Думать О Боге Фараон Говорил Они Мало Работают Добавьте Еще Больше Работ И Загружали Их Так Что Они 16 Часов Работали И Потом Оставалось Время Только Спать Потому Что Были Вымот А Потом Снова Работу Все О Боге Им Уже Думать Некогда Было Они Только Работали И Покрывали Свои Долги Потом Спали Чтобы Быстро Быстро Поспать И Снова Работали Сегодня Много Людей Живут Таким Живот В Германии Где Могли Б Восем Часов Работ Не Хватало Особенно Наши Люди Многие Они Работают Им Все Время Мало В России Ничего Не имели Теперь Здесь Увидели Что Можно Что Иметь Крышу Зарвало Готов Готов День И Ночь Работать Только Чтобы Что Больше Было Получше Чем Соседа Чем Еще У Кого То И Дьявол Ловит На этом Людей А Вечности Подумать Времени Нет Спроси Вот Многих Людей Пригласи В воскресенье Прийти В церковь Я Говорю Про Воскресенье И Ты Услышишь Один Самый Обширный Ответ В Германии Мне Некогда Так Или Нет Ну так Или Я С Луны С Если Ты Говоришь Нет Значит Ты Никого Не Приглашал В церковь Начни Приглашать В церковь И Куча Ответов Которых Получишь Само Много 90% Как Минимум Будет Ответ Мне Некогда Я Некогда Подожди В воскресенье Тебе Некогда Ты же В выходной Пару часиков Уделить Для Бога Пару Студен Накт Наги И в полном Рабстве У некоторых Параон Называется Крайш Паркаса Ной Вит У кого-то По-другому У меня Тоже Там Есть Счет Но я Стараюсь Йех Держать В Рабстве Я Стараюсь Йех Держать В Рабстве Вы понимаете И потом Мы работаем На то Чтобы Ему Платить Дальше Боже Да неужели Это то Что Хотел Бог Видеть В нашей Жизни Так Или нет Я абсолютно Уверен Что когда Бог смотрит На некоторых Из нас И он Просто удивляется Чего Тебе еще Надо Есть Покушать Достаточно Даже теплую Квартиру И мягкую Постель Это то Самое Необходимое Что надо Человеку Для того Чтобы Быть Чистым Натвен И поэтому Возвращаюсь В первом Стижку Библии В первом Стижку Которым Мы начали Эту Тему Помните Еще Комна Комна Я научился Жить И в скутности И в забили И И искусство Научиться Жить Состоит В том Чтобы И в скутности И в забили Име Все необходимое Все необходимое Необходимое Я не сказал Все что захочется Душа человека Она Ненасетима А я говорю Про иметь Все необходимое И несмотря На все это Быть свободным И не быть Рабом Кого бы там Не было Это искусство И этому Бог хочет Чтобы мы Научились Не стоит Отдавать Свои силы Всю свою Энергию На то Что в конечном Итоге Не имеет Никакого Никакой Ценности Библия Говорит Который Библия Говорит И мы все Это знаем Что мы Приходим В этот мир Вот Такими Даже Какими Мы Сейчас Здесь Не сидим Но мы Приходим В этот мир Ничего Не приносим И вот Точно Такими же Однажды Уйдем Все Остальное Останется Здесь И столько Людей Будет Однажды Стоять Перед Богом И будут Винить Себя За эти Слова Мне некогда За то Что они Отвергали Приглашения За то Что они Не распределили Ценности В своей жизни Правильно Конечно же Мы должны Работать И зарабатывать Для семьи Для себя Для жизни И я уверен Что можно Жить нормально Имея Достаток У нас в Германии Имея Достаток И несмотря На все это Оставаться Свободным И этого Хочет Бог Чтобы мы Этому Научились Амин Давайте будем Учиться Правильно Распределять Ценности Потому что Все то Что не имеет Вечной Ценности Оно Недостойно Того Чтобы мы Ложились Засыпая Этими Мыслями Как часто Ты засыпаешь Думая О вещах Которые Не имеют Никакой Ценности Пред Бог Ноль Они не имеют Вечной Ценности И это Покажет Тебе Чем Ты Живешь Итак Один человек Кто-то сказал Мы Рождаемся В этот мир Сжатыми Кулаками И эти Кулаки Разжимает Нам Сама Жизнь Все равно Все Одашь Все Что ты Одашь Ты Соберешь Все Оставишь Здесь И Некоторые Посмеются Может быть Над нами Дай Бог Чтобы это Не было Над Кем-то Из нас Мне Очень Были Хотелось Чтобы Кто-то Посмеялся Когда-то Над моей Жизнью Когда я Умру Когда я Пойду К Папе И скажут Ох Дурачок Горбатился Горбатился Наработал Кучу Денег А мы Сейчас Их Хорошо Потратим И Такое Бывает И Еще Потом Столько Скандалов Между Родственниками Не Знают Как Поделить Его Деньги А Он Умер От Инфаркта Сердца Потому Что Все Время Боялся Что Пролетит День Ночь Работал Ни Покоя Ни Минуты Покоя Ни секунды Покоя Кенни Такую Печню Что же Это Такое Что же Это Такое И Здесь Иисус Приглашает Труждающихся Обремененных И Все Таки Речь Идет Не О Тех Которые Переработались На Работе И Иисус Сказал И Найдете Покой Телам Вашим Обратите Внимание Здесь Написано Придите Ко Мне Обремененные Труждающиеся И Так Далее И Найдете Покой Душам Вашим И Иисус Приглашает Людей Которые Устали В Душе Которые Утомились В Душе Люди Которые На Грани Срыва Депрессии И Те Которые Психически Психологически Устали И Таких Людей Сегодня Очень И Очень И Очень Много И К Сажелению Часто Даже Среди Верующих И Су Говорит Придите Ко Мне Если Ты Принадлежишь К Одним Из Тех Который В Душе Своей Не И Не И И Я Думаю Что Женщины Здесь Еще Более Подвласт Потому Что Они Чувствами Впечатлениями Живут И И И Душа Часто Просто Как Осиновый Листочек Трепещет Трепещет Потому Что Всегда Кажется Что Сейчас Произойдет Не То Что В семье Наверное Рухнет Вот У Нас И Тут И Здесь Что Не Совсем Клеится Вроде Бы Все Есть Какой Страх Перед Завтрашним Днем Скажите Мои Драгоценные Разве Это Не Утруждение Разве Это Не Бремя Жить Под Таким Соусом Кому Известно Это Может Я Вообще Не Тут Говорю Недем Большая Часть Понимает О чем Я Не Хочу Сказать Что У меня Никогда Таких Моментов Не Было Но Я Хочу Сказать Что Иисус Обращает На Таких Людей Особое Внимание И Он Понимает И Он Говорит Придите Ко Мне Именно Вы Которые Утруждены И Обремененны В душе Своей Беладен Син И Не Именно Ни Днем Ни Ночью Иногда Я Хочу Поменять Это Вашей Жизни Всякая Забота Лишает Человека Покоя Вы со мной меня понимаете Забота Лишает Человека Покоя Здесь Иисус Предлагает Людям Что Покой Это Долгожданный Покой Вы знаете Кто Уже Годами Не имеет Покоя Таких Людей Кстати В Германии Очень Очень Много Годами Готовы Отдать Большие Деньги И Все Возможное Ради Одной Покойной Ночи Чтобы Один раз Мог Выспаться Выспаться По-настоящему Ни О чем Не Думая Мои Милые Вокруг Нас Полно Таких Людей Заговори С ними Спроси Как они Спят Спокой Ли У них Действительно На душе И ты Услышишь Что Они Будут Один За Одним Говорить Да нет Не знаю Постоянно Какое Беспокойство Скажи им Про то Что Иисус Пригласительный Отправил Им Уже Давно И Говорит Придите Ко мне И Я Поменяю Эту Обстановку Вашей Жизни Я хочу Чтобы Вы Спокойно Спали Я хочу Чтобы Вы Получили Покой И Речь Здесь Не Идет О мире Который Человек Получает При Покаяни Речь Идет О покое Это Разные Вечи Когда Человек Приходит Богу Приносит Ему Свои Грехи Он Взамен Дает Ему Свой Мир Аллилуйя Амин Переживали Это Или Это Что-то Новое Когда Человек Искренне Приходит И Кается Бог Дает Ему Мир И Прощение Всех Грехов Но Здесь Речь Речь Идет О Покой Ты Можешь Им Мир И Все Равно Быть Беспокой И Дьяв 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 Очень Сильно Хочет Чтобы Люди Жили В Этом Беспокой Как Я Уже Сказал Что Беспокой Человек Ему Нет Время Думать О Боге У Него Куча Забот О Которых Он Постоян Думает Сегодня Едва Ли Можно Найти Людей Которые Имеют Совершенный Покой В Душе И Желает Помочь Всем Обремененным И Труждающимся Кто Такие Труждающиеся И Обремененные Люди Я Уже Сказал Что Это Не Те Которые Физически Устали От Работы Это Душевно Измученные И Обремененные Люди Это Люди Которые Носится По Миру С Ношей На своих Плечах И Эта Ноша Делает Их Жизнь Невыносимой Это Люди Которые Благодаря Этому Бремени Лишены Всякого Покоя Если Ты Сегодня Труждающий Сей Обремененный Тебе Необходимо Сделать Первый Шаг И Этот Первый Шаг Называется Придите Ко Мне То есть Если Ты Хочешь Получить Покой Ты Не Можешь Получить Его Вдалеке От Иисуса Иисус Говорит Придите Ко Придите Я Хочу Дать Вам Покой Если Человек Бродит Вдалеке От Иисуса Неудивительно Что Он Не Может Иметь Покоя И Даже Несмотря На Это Приглашение Которые Иисус Отправил Всем Обремененным Итруждающимся Если Ты Не Придешь Туда К Нему Не Сможешь Получить Это Это Все Равно Что Если Я Кого Приглашу К Себе На День Рождения И Скажу У Мен Будет Такой Прекрасный Торт Который Наташа Специально Заказала И Это Такая Вкусняшка Будет Поэтому Приходите Ко Мне На День Рождения Наедитесь До Отвала И Ты Скажешь Ну Классно И Не Придешь Ко Мне На День Рождения Покушаешь Ты Этот Торт Или Нет Торт Есть Он Был Все Которые Пришли Наелись И Сказали Действительно Вкусняшка А Те Которые Не Были Они Говорят Я Не Верю Что Это Вкусный Торт А Чего Ему Еще Остается Говорить Если Ты Не Придешь К И Су Ты Будешь Одним Из Этих Которые Будут Говорят Я Не Верю Что Найду Покой И Су Тысячи Тысячи Нашли Его Миллионы Его Нашли Которые Пришли К Нему А Ты Нет И ты Говоришь Я Не Верю Что Я Блоко Сладкое Я Не Верю Что Я Блоко Сладкое Я Глоб Не Думаю Я Блоко Лекар Я Блоко Я Попробовала Блоко Нашли Моя Соседка Еще В Казахстане В Северном Когда Мы Жили Однажды Моя Нахбар Нашли Нашли Казахстан Гелеб Это Слова Это Отец Привез Ездил В Алмату И Привез Естественно Я Блоко Это же было что-то такое, знаете, в то время, в магазинах их не было, и вот по яблоку мы получили, и я не про Киргизию, про северный Казахстан говорю, где мои школьные годы были, а? Ничего не было, ничего не было, и знаете, с этим яблоком на улицу выбежали, все собрались вокруг, на тебя смотрят, программа номер один, и соседка, девчонка, она была постарше, она сидела и смотрела, бежали наверняка, конечно, они еще беднее нас жили, как бы, я смотрела, смотрела и говорит, я не верю, что яблоки сладкие, я ей, конечно, дал попробовать, этого она и хотела, я дал попробовать, что яблоко все-таки сладкое, Придите и вкусите, что благ Господь, я передал один в один слова из Библии, если ты будешь далеко сидеть, Ну, конечно, тебе ни яблока сладкого не будет, Ни покоя не будет, И ты будешь просто долдонить, как всякий атеист, Бога нет, Никакого покоя не бывает, И Сахара вообще нет, Придите ко мне, Это условие Для получения мира, условие номер один, Если мы пришли к нему, На этом все еще не закончилось, Все только начинается, Первое, что Иисус говорит, Придите ко мне, Все труждающиеся, И потом написано, И я успокою вас, Успокою и покоя, Разницу чувствуете? Не замечаете, Для вас это одно и то же, Вы там в немецком написаны, По немецкому Не так, чуть-чуть, А русскому мне нравится лучше, Он говорит, Я вас успокою, Но это еще не конечный результат, Не то, что Бог хочет сделать, А дальше написано, Я дам вам покой, Вы найдете его у меня, Покой это то, что постоянное, Тауэрхафтас, То, что у тебя останется, Сперва, когда человек приходит, Дружденный, обремененный, С этими заботами по самой высшей, Бог даже не может с ним начать, Как иногда я жене говорю, Она не слышит, Она где-то в мыслях, Даже во время проповеди умудряются, А что происходит, Когда не во время проповеди, И что происходит, Когда ты не во время проповеди, Еще составляешь план на неделю, Что сваришь завтра, Послезавтра и после, Послезавтра эта женщина, А у мужика там какая встреча будет, Что надо взять, Прихватить, что не забыть, И не смотрите на меня так внимательно, Как будто я неправ, Каждый из нас во время проповедей, Еще заходит в какие-то магазины, Клады, кладовки, По подвалам шарятся, Порядок наводят здесь, Порядок там, Вместо того, Чтобы слушать проповедей, Потому что вот подвал твой, Он так и останется подвалом, Даже если ты нам никогда порядок не наведешь, Когда умрешь, попадешь на небо, Если порядок в душе будет, Но вот мы вот такие, Мы бродим, Наша душа бродит по всему миру, Во время проповеди, Где мы только не побываем иногда, И на Аляске, И на Кушке, На Кушке, Кушка, На южную часть, Ладно, В Испании, Потому что, Смотрим на улицу, Снег идет, Ой, как классно же, Все-таки в Испании, Так сейчас плюс 20, Все, и мы уже по Испании бродим, В Павках, Во время проповеди, О Боже, прости нас грешники, О Хер, vergиб uns, Сюндigen, Иисус зовет, И говорит, Придите, 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 Вы примененные, Во время служения, Где ты бродишь, Приди ко мне, Пока я тебе не промою вот эти мозги, И не освобожу от этого, Вот этого беспокойства, От суеты, Ты никогда не сможешь Счастливо спать, Поэтому приходи, Оторвись от всего, Забудь, Перестань блуждать, Во время проповеди, В этом заинтересован дьявол, Чтобы ты благословенные слова Божьи пропустил, И придешь домой снова, И скажешь, Вроде был на служении, Вроде что-то там было хорошо, А теперь снова беспокойство, Нормальные вещи, Как этих называют, Которые из тела выходят, И бродят там, Астралы, Астралы, да? Некоторые христиане, В церкви тоже астралами бывают, Во время проповеди, Вышел, и ушел, Тело здесь, Глаза смотрят в эту точку, А я так некоторых ловлю, Оооо, поехал! Смотрю глаза, стеклянные, Глаза смотрят в эту точку, Поэтому мне приходится много шутить, И вас это балует, Причать громко, Чтобы вернуть с Астрала назад, Чтобы вернуть с Астрала назад, Астралы, Астралы, Микрофон, Штул сделать, Здесь кнопку, На стуле, Тик, Тик, Как засыпать, Как ушел в Астрал, Вернул, Это реальные вещи, Вадимар, откуда ты знаешь, Ты все правы? Да, вижу, Поэтому, Дьявол не хочет, Чтобы мы слышали слова спасения, Слова, которые важны для нашей жизни, Для нашего покоя, Он в страхе, Он даже сейчас в страхе, Он сейчас в страхе, Когда слышит, Что я проповедую, Потому что понимает, Если ты поймешь, Этот принцип, И то, что говорит Иисус, Ты вдруг начнешь спокойно спать, А если ты будешь спокойно спать, То он совсем не может спокойно спать, Он вообще будет беспокойнее, Как это он спокойно спать, Как это он спокойно спать, Как это он успокоился, Он начнет заботы накручивать, Которых даже нет, Чтобы снова лишить тебя покоя, И так Иисус говорит, Я успокою вас, Первое, что Иисус хочет, Когда мы придем к Иисусу, Что мы делаем, Когда ребенок беспокойно, Что мы делаем, Когда ребенок беспокойно, Он спит, Он спит, Пусть спит, Не трогайте его. Ну так же, когда ребенок неспокойный, первое, успокойте там ребенка, успокойте. И когда вот мы пытаемся соску вотнуть, еще что-то там, сперва успокоить. Чтобы не кричал. А потом уже разобраться, а что такое? Почему он кричал? Или что можно сделать для этого ребенка? Ну если он мокрый, мы его пилинг. И Иисус с нами тоже ничего сделать не сможет. Иисус будет тоже ничего сделать не сможет. Когда мы приходим вот с этим полным загрузом, в полном переживании, в полной отдых, в полкомнах Sorgen, в полкомнах Unрух и Сорген. Я свидетель. Иногда приходят люди, загруженные, дальше нет. Вы же крыши. С заботами. Иногда эти заботы вообще ничтожны. Для меня ничтожны. А они вот так вот. И только о них и говорят о своей заботе. Ты пытаешься с ним разговаривать. Ты versuchst, с ним разговаривать. Объясняешь, что ты видишь. Вообще он не там. Он вот рядом с тобой сидит. Он сидит neben dir. Вроде как бы и пришел, чтобы дал совет. А он вообще не слышит, что ты говоришь. Он не слышит. Он даже не может. Он просто не может. Его заботы так накрыли, что ты ему говоришь. У тебя может быть есть выход с этой проблемой. А он слышать не может. Он все равно думает об этой заботе. У него одна линия. Трубец пропал, крыша поехала. Поэтому прежде, чем добраться к этому человеку, надо его хотя бы успокоить на время. Иисус говорит, я вас впервые успокою. Первое, что я сделаю, соску дам. Вот, что-нибудь конфетку славу. Барбариску. Барбариску. Чтобы ты... О, есть еще и сладкое, не только горькое. О, это есть еще и сладкое, а не только битрое. Понимаете? Вот. Я напомнил кому-то. Чтобы знать иногда, что есть сладкое. Потому что... А забоченному человеку... У него все горько, черно и страшно. Правда? И он уже от другого ничего. Он не верит, что яблоко сладкое. Он не верит, что яблоко сладкое. И вот тут ему конфетку, Иисус, раз в рот. И он начинает чуть-чуть... Дальше, что говорит Иисус дальше? И так, после того, как он нас успокоил... Иисус хочет нас, как маленькие детей, успокоить. Он хочет сказать нам, сядь у моих ног. Успокойся. Оставь свою суету. У меня все под контролем. Тебе не надо бояться. Я, Господь... Это первое, что он говорит. Перестань носиться взад-вперед. Обременяя себя законами и требованиями. Чтобы угодить мне. Это тебе все равно не удастся. И это не мое игорь. И не мое бремя. Поэтому эта ноша тяжелая для тебя. Успокойся. И сделай хотя бы небольшую паузу. Сделай небольшую передышку. Я пригласил тебя, чтобы научить тебя важным вещам. Которые помогут тебе навсегда сохранять покой. И я сделаю твою духовную жизнь легкой и интересной. Потому что иго мое благо. И бремя мое легко. Халлилуйя. Соску, которую дает Господь. В самом начале для нашего успокоения. Не является конечным результатом. Для получения покоя. Это подготовка к важнейшей школе жизни. Которая должна привести нас к долговечному покою. И здесь написано. После успокоения. Возьмите, говорит, мое игорь на себя. Как мы это можем сделать? Тем, что научимся от него. Научитесь от меня. Иисус себя ставит пример. И говорит, научитесь от меня. Чему мы должны у него научиться? А вы читайте этот стих. У нас перед глазами уже полчаса. Он говорит, кто он. Своё качество самое важное. Которым хвалится Иисус. Научитесь от меня. Я кроток. И смирём. Эти двух вещей вам не хватает. У всех, которые озабочены. Однозначно. Много гордости. И нету кротости. И ты можешь говорить, что угодно. И я такой правильный. Самая большая проблема. Что нам в мире всегда говорили. Где твоя гордость? Где твоя гордость? Нам поднимали гордость. Мы должны быть гордостью. Мы должны быть гордостью. Если ты не гордость, то ты вообще никто. Если ты не гордость, то ты вообще никто. Это абсолютно противоположное учение учению Христову. И Библии. Иисус говорит, я кроток и смирён. Иисус говорит, я кроток и смирён. Несмотря на то, что я Бог, я абсолютно смирён. Я абсолютно смирён. Слышите? Что такое кротость? Кротость, это противоположность гнева и злобы. Это противоположность гнева и злобы. Кротость, она не скандальна. И не имеет никакой проблемы с повиновением. Что такое смирение? Что такое смирение? Нет, смирение. Лиля, смирение. Это мы надоело почитать. Ты же знаешь, что такое смирение. Вернись с трансала во имя Иисуса Христа и будь на проповеди. Первое было кротость. Это первое было смирение. А теперь смирение. Не верю. Смирение, это противоположность, естественно, гордости. Это готово без, готово, то есть смирение, оно готово без, но или если. Оно, вен, онт абер. Покориться чужой волей. Вот что значит смирение. Оно, вен, онт абер. Чужой волей покоряется. И Иисус был этим смиреннейшим человеком. Который покорился волей Божьей. На все 100%. Смирение подобно свече. Которая, когда горит, освещает путь для других. Но тем временем становится все меньше и меньше. Вот, что значит смирение. Это означает, демотичь, чтобы быть. Я освещаю путь для других. Но сам становлюсь все менее и менее замеченным. Но я себя. Я не значу ничего. Это он все. Я просто человек. Я тот, который готов послужить. Я готов гореть для других. Всякий христианин Никогда не сможет по-настоящему светить. Если не будет становиться все меньше и меньше. Хотя бы в своих глазах. Эти два качества Были основными характерными чертами нашего Иисуса Господа. Поэтому Иисус и приглашает нас прийти к Нему и лично у Него научиться этим двум важным качествам. Иисус является абсолютным примером для продражения в кротости и смирения. О нем написано филиппийцам 2, 6, по 8. О нем написано это об Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя, то есть унизил себя самого, приняв образ раба, образ раба, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду стал, как человек, смирил себя, быв послушным до смерти и смерти крестной. Слышите? Это об Иисусе. Несмотря на то, что Он Бог, несмотря на то, что Он царь царей, Он унизил себя и пришел в этот мир не как король. Я вам сейчас покажу, кто я есть, а стал как человек, так, чтобы его даже не заметили, и стал служить людям как человек, но с возвышенными качествами Божьими, кротостью и смирением. Вот, чем отличился Иисус и был послушным на все, сто процентов написан даже до смерти крестной. То есть, чем бы ни кончилось, Он сказал, я буду послушным моему Папе. И этому смирению и кротости и Санктмут Иисус хочет научить сегодня нас. Иисус хочет научить сегодня нас. Чрезмерная забота за большие Sorgen и теперь я прошу всех вернуться из трансгуляний, всех прошу, послушайте, потому что это очень важно. Если ты ничего не запомнил, запомнишь это одно предложение, ты уже кое-что запомнил. Так, вернулись? Чрезмерная забота это признак гордости и отсутствие смирения. Слово Божие учит нас возлагает все наши заботы на Господа. И только смиренный человек сможет это сделать. Почему? Почему? Ты не встречал таких людей, которые в проблемах в заботах полных и ты иногда говоришь, я тебе помогу. Они тебе говорят, я сама справлюсь. Я сильная женщина. Ох, сколько я таких сильных женщин видел в своем мире. Какие такие сильные женщины видят в своем мире, которые так и умерли без покойной жизни. Я сильная женщина, я справлюсь. Я сильная женщина, я справлюсь. Ну хорошо, справляйся. Ты думаешь, что Иисус навяжет на тебя покой? Он сказал, я научу вас. Я навяжу на вас. Чего-то. Ты ходишь под чужим Бременем. Ты идешь unter фальшим Бременем. И поэтому стонешь. И deshalb стонешь. А смирения недостаточно. И hast Мангел на Демоте. Чтобы прийти к Иисусу. И сказать, Иисус, я не справлюсь. И сказать, Иисус, я не справлюсь. Я слабая женщина. Я слабая женщина. Даже в Библии написано, что я немощный сосуд. Поэтому я не справлюсь. Иисус сказал другие, а я без тебя не справлюсь. Ты нужен мне. Помоги мне, Господи. И помощь придет обязательно. И помощь придет обязательно. Но гордый человек никогда не сможет это высказать. Вот и вся проблема. И поэтому Иисус говорит, я хочу научить вас двум важным вещам. И когда вы научитесь этим вещам, тогда вы станете кандидатами для длительного покоя. не для маленького успокоения, не для пилюли, которая тебя успокаивает на сколько-то минуты. И чуть-чуть лишает тебя боли. Пилюли, действие пилюли проходит быстро. И если у тебя все равно боль, она все равно вернется. Ты все равно будешь болеть. ты все равно не будешь иметь покоя. Успокоение это только маленький вариант. Как больному, который нуждается в операции, необходимо сделать наркоз. Иначе он будет мешать врачу работать. Орать будет от боли. Дергаться будет. Его привязывать надо будет. Поэтому наркоз классная вещь. Наркоз далее. Он успокоился. Ему хорошо. Его можно резать, оперировать, вырезать больные места, вещи, и потом он придет и станет здоровым. Когда он живет, это же самое хочет сделать с нами. Успокоить нас. Для того, чтобы потом научить нас определенным вещам. Чтобы мы в этом успокоении маленьком имели вообще способность слушать, что он говорит нам. И как он будет нас учить. И после всего этого вырезать в первую очередь гордость из нашей жизни, которая всегда будет мешать нам получать что-нибудь от Господа. Всегда будет мешать нам вообще приходить к Нему. И поэтому придите к Нему. Компьте к Нему. Все труждающиеся обремененные. И я не закончил эту тему, но просто буду кончать. Мы договорим после. Следующий раз. Там еще столько много интересного. В всех этих Крещах. И мы все еще не научились. И мы все еще не научились. Мы еще на пути. Мы еще на пути. Аминь. Поэтому возвращайтесь. Все транслетающие. Мы сейчас будем молиться. Мы просто сейчас помолимся. Поблагодарим Бога. Даним. Аминь. И скажем Господи. Я так нуждаюсь в своем покое. Я хочу этого покоя. Я хочу этого покоя. Он нужен мне. Десяю Руу brauche ich so sehr. Потому что когда человек беспокойный, он никогда не будет поступать правильно. Он из одной ошибки будет делать две и три. Если у тебя нет покоя в сердце, в душе. ты обречен на ошибки. Вот почему говорит русская поговорка. Утро вечера мудренее. Она предлагает человеку переспать на любую проблему. прежде чем сделать какое-то решение переспать. Я давно в своей жизни вынес такое решение. Я давно в своей жизни вынес И уже несколько лет и уже несколько лет, когда я увидел, что когда я сразу даю ответ или пишу на письма, отвечаю на письма. Дело касалось в основном писем. Я делал столько много ошибок. Когда получал серьезные письма. Дед, знаете, хочется серьезно ответить. На всю катушку дать. Пусть знают наших. и вместо того, чтобы обстановку менять в позитивную, я ее в негативную получал. Даже был прав часто. Но эта правота приносила только проблемы. И я сказал себе, какое бы важное письмо ни было, я больше никогда не буду отвечать сразу. дня два, три пусть она порешит. И я его прочитаю два, три раза. Потому что она приходит в мысль. Я потом почитаю и опять положу. Внутри бывает такое еще происходит. Знаете, на третий день я такой спокойный, как мамонт после этого. После ледникового периода. Ви мамут на айс сайт стиль, руйник. Меня это письмо уже не беспокоило. Меня это письмо уже не беспокоило. И я потом садился и писал такое классное письмо, что на той стороне у получателя еще до того, как письмо доходило до него, уже слезы текли. Понимаете? И конечно же все время кончалось все впечатляем. Я успокаивался и потом писал. И вот даже этим простым правилом избегал столько много ошибок. Сегодня это правило бесплатно тебе дарю. используя его в своей жизни и сам убедишься, что оно помогает. Отец Небесный, я благодарю тебя за этот день и благодарю тебя за твое слово, которое мы имеем. Пусть оно действует в нашей жизни. Пусть оно приносит плод. И мы сознаемся что у нас недостаточно смирения и кротости. И мы просим тебя, Иисус, научи нас кротости и смирению. Потому что это так важно. Потому что мы хотим приобрести покой для наших душ. Чтобы нашим семьям было хорошо. Чтобы нашим окружающим было хорошо. Чтобы всем, с кем мы будем иметь встречи, было хорошо. Чтобы они не страдали от нашей гордости. Отец, мы хотим этого. Иисус, мы просим этого. Иисус, научи нас. Аминь. Давайте мы что-нибудь хорошее споем. Халлелуя. Давайте. Мне тоже хочется что-то еще. Спи. споем. Яболь. Давайте. Споем. споем. О no. Семь. Все народы племена поклонитесь�у. Богу постуки перед ней Он нам на свободу. Все народы племена поклонитесь Поклонитесь Богу, Даржествуйте перед небом, Он нам дал свободу. Все народы племена, Поклонитесь Богу, Даржествуйте перед небом, Он нам дал свободу. Руки к небу вознесем, И тебя прославим, Ты наш Бог, Ты наш Отец, Нас ты не оставишь. Руки к небу вознесем, И тебя прославим, Ты наш Бог, Ты наш Отец, Нас ты не оставишь. Ты наш Отец, Нас ты не оставишь. Все народы племена, Поклонитесь Богу, Даржествуйте перед небом, Он нам дал свободу. Все народы племена, Поклонитесь Богу, Даржествуйте перед небом, Он нам дал свободу. Руки к небу вознесем, И тебя прославим, Ты наш Бог, Ты наш Отец, Нас ты не оставишь. Руки к небу вознесем, И тебя прославим, Ты наш Бог, Ты наш Отец, Нас ты не оставишь. Все народы племена, поклонитесь Богу Торжествуйте перед ним, Он нам дадут свободу Все народы племена, поклонитесь Богу Торжествуйте перед ним, Он нам дадут свободу Аллилуйя! 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 Может кто-то нуждается в молитве? Алло? Кто-то там молитвы? За? За Виктора Минуточку, пожалуйста, мы еще не закончили Виктор, я сделала...